Да, брат. Добро пожаловать. Ладно. Меня зовут Куфи Абрефа Клемент. Я выпускник старшей школы Синья. И, к сожалению, я не смог прийти рано. На самом деле, в пятницу я был здесь, но я не получал объявлений. И я только недавно встал с постели. Но я часто следил за вами по телевизору на канале PIS-TV. Так что я решил задать вам несколько вопросов, основанные на вашей теме. Поскольку я следил за вами по PIS-TV. Большое спасибо. Для начала я знаю, что тему, которую вы подняли, было «Мухаммад» с точки зрения Библии. И как Мухаммад был описан в Библии. Я слушал вас чаще всех, так как вы объясняли очень просто написанное в Библии, что касается Иисуса Христа. И также вы сказали, что если вы будете убеждены, вы станете христианином. И также здесь, в аудитории, я говорю от всего сердца. Если ваши ответы на вопросы убедят меня, я также стану мусульманином. Для начала, ваша апология очень сильна. Есть определенный момент, который я хотел бы сказать. Для вас, чтобы задавать вопрос, что данное Писание, говорящее о божественности Иисуса, я считаю, что вы переводите дело с точки зрения священных писаний до философского аргумента. Вы привели много священных писаний, и одно из священных писаний, которые вы процитировали, где-то из книги Деяний, глава 3, о том, когда Петр обращался к людям, и он говорил, человек Иисус олицетворяет Бога. Я знаю, что вы также перевели этот стих. Но вы приводите Писание, говоря, где сам Иисус сделал утверждение, что Он Бог. Но вы вышли за рамки и привели вещи, которые другие люди сказали о Нем. И фактически вы открыли аргумент. Теперь вы взяли это от первого человека, кто свидетельствует о себе, о том, что другие люди говорят о себе. Для меня же позволено говорить только о том, что Он Сам сказал о себе. Но я также допускаю делать ссылки на то, что другие люди сказали о Нем. Но позвольте мне сейчас привести здесь. Я включаю свой разум. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, какой секте христиан вы прислушиваетесь? Потому что если вы придете к секте христиан... К примеру, я посещаю Дом Веры и Служения. И я также состою в Киев-Ай. Так что есть различные христианские секты. Вы должны понять, что это знание, которое на самом деле определяет, почему существует определенная христианская секта. И как я говорю, что злоупотребление философии, как вы знаете, это не определяет философию. Поэтому я хотел бы... Брат, брат, брат. Это время для сессии ответов на вопросы, а не время лекций. Если ты четко слышал правила, вопрос должен быть задан из двух или трех предложений. Если больше, это короткая речь. Речь уже окончена. Ты опоздал. Лекция уже окончена. Не нужно вести лекцию. Я знаю предысторию. Ты говоришь уже больше трех минут. Ты уже сказал больше десяти-двадцати предложений, а еще не задал вопрос. Вопрос должен иметь знак вопроса. И я прочитал много христианских библий. Версия короля Якова. Международная новая версия. Версия свидетелей Яговы. Двойная версия. Много. Ты задай вопрос. Простой вопрос. Два или три предложения. Но он должен иметь знак вопроса. Просто задайся вопрос. Спасибо. Я знаю о вопросительном знаке. Я не могу написать его. Но дело обстоит так. Когда Иисус говорит о Духе, Он сказал, что Он пошлет в качестве утешителя кого-то, похожего на Него. Это то, что Он сказал в книге Иоанна. Если вы читали книги Иоанна, глава двадцатая, стих двадцать два, Библия говорит, Он дохнул на них и сказал, «Примите же Духа Святого». Я слышал, что вы сказали, что Святой Дух был там еще раньше. Это то, как мы понимаем это в нашей догме. Это как будто вы учитель математики. Вы учитель математики, и у вас есть много тем, которые вы можете преподавать. Вы можете преподавать разное, но все это в математике. Брат, ты понимаешь английский? Два или три предложения, а ты пришел и проводишь лекцию. Я думаю, ты учитель. Не читай лекцию. Два или три предложения с вопросительным знаком. Тебе не нужно описывать свой вопрос. Как твое имя и вопросительный знак — это вопрос. Просто. Если ты не задашь свой вопрос, дай шанс другому. Ты тратишь свое время и время всех. Задай свой вопрос. Ты тратишь время. Я очень добр. Не испытывай мое терпение. Я люблю тебя, брат. Я тоже люблю. Я люблю тебя. Иисус, мир ему сказал. И познайте истину, и истина освободит вас. А ты все ходишь и ходишь вокруг да около. Слова и слова и слова без вопроса. Если хочешь ввести лекцию, ты можешь занять это помещение завтра. Дай рекламу, и люди придут послушать тебя. Те, кто хотят прийти. Не трать время. Здесь около десяти тысяч человек. Не трать это время, пожалуйста. Не причиняй вреда всем этим людям. Они пришли послушать меня, не тебя. Задай свой вопрос, и я дам ответ. Только два или три предложения. Если ты скажешь больше двух или трех предложений, я перейду к следующему. Не говори ничего лишнего. Пожалуйста, начинай. В Иоанне 20.22 он сказал, «Примите же Духа Святого». Поэтому, кто там был в то время? Кто принимал? Так что я хочу знать, почему вы думаете, что это выходит за рамки того времени? Почему это пророк Мухаммед? Спасибо. Брат задал вопрос из Иоанна 20.22, что Иисус Христос в мире ему сказал, «Примите же Святого Духа». Но здесь не говорится об Утешителе. Но это другое, а Дух другое. Получить Духа – это означает, что Дух был там. Но я говорил о другом стихе Библии. Я не цитировал Иоанна 20.22, но я процитировал Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «Я же попрошу Отца, и Он пошлет вам другого Утешителя, который останется с вами навечно». И Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. «Я пришлю вам от Отца Утешителя, Духа Истины, который исходит от Отца, и Он будет свидетельствовать обо мне». И также Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7. «Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то Утешитель не придет к вам. Если же я уйду, то пошлю его к вам». А ты говоришь, Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. Я же процитировал Евангелие от Иоанна, главы 14, 15 и 16, а ты переводишь 20 главу. О чем ты вообще говоришь? И Евангелие от Иоанна, глава 20, говорит о Святом Духе. Я же не говорю о Святом Духе. Я говорю о Духе Истины и Утешителя. Святой Дух не Пророк Мухаммад, но Утешитель — это Пророк Мухаммад, мир ему. Ты разве не слушал мою лекцию? Я уже говорил, что опоздал, поэтому я не знал. Но ты сказал, что ты слушал меня на телевидении. Разве ты не говорил этого? Да, я сказал. Но я много раз говорил это по телевидению. Теперь я могу лучше поставить свой вопрос. Так что это значит, что Святой Дух другое, и Пророк Мухаммад другое. И Пророк Иисус, мир ему, сказал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих от 12 по 14. «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». О ком он здесь говорил? О Святом Духе. Брат, ты понимаешь английский? Да. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7 говорит, «Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то утешитель не придет к вам». Но Святой Дух был уже там задолго, до того, как Иисус, мир ему, пришел в этот мир. Так что это не может быть Святым Духом. Ты сказал мне, «Если вы убедите меня, я стану мусульманином». Какой язык ты понимаешь? Английский? Да, английский. Библия говорит, что Святой Дух был еще тогда в чреве Елизаветы, еще до рождения Иоанна Крестителя. И Иоанн Креститель был еще до Иисуса, мир ему, правильно? И Святой Дух был там, когда Иисус Христос, мир ему, крестился, правильно? Да. Так что этот Дух Истины и Утешитель не может быть Святым Духом. Но ты продолжаешь говорить, что это Святой Дух, и ты ходишь по кругу. Поэтому я привел вопрос о математике. Не говори о математике. Я говорю о Библии. Я не хочу учить математику здесь, и особенно от тебя. Мы используем аналогию, чтобы создать утверждение. Я считаю, что в математике мы используем аналогию, чтобы сделать утверждение. О какой математике ты говоришь? Я говорю о жизни. О какой математике ты говоришь? Где говорится, что в математике мы используем аналогии, чтобы сделать утверждение? В какой книге это говорится? Это было другое утверждение. Это не касается математики. Я спрашиваю тебя, какая книга говорит, что вы используете аналогии, чтобы сделать утверждение по математике? «Ты изучал математику?» «Да, я изучал математику». Тогда в какой книге говорится, что вы используете аналогии, чтобы сделать утверждение по математике? «Это утверждение не было частью математики». «Ты ошибся». «Ты сделал ошибку, не так ли?» «Нет, это не была ошибка». «Я сделал другое утверждение». «Нет, ты сказал, в математике вы используете аналогии». «Но ты не делаешь этого в математике». «Ты допустил ошибку, да или нет?» «Пожалуйста, это не были одинаковые утверждения». Но ты сказал, в математике используются аналогии, чтобы сделать утверждение. Так это правда или нет? На языке вы не можете применить. И вы, возможно, не знали, но я знаю. Я не делал то же заявление. Я как бы отвечал на второй вопрос, который вы спросили, когда я говорил о математике. Что ты делаешь? Нет никаких запятых. Когда человек говорит, должно быть понятно, есть ли запятые или нет. Конечно же, ты не должен упоминать их. Только когда пишешь, ты можешь упоминать. Но когда ты говоришь, должно быть понятно, это запятая или вопросительный знак. Ты задал вопрос, и я дал ответ. Ты задал вопрос из Иоанна, глава 20, стих 22. Я ответил тебе. И ответ закончился. Если ты не понял, это твоя проблема. Ты задал вопрос по Евангелию от Иоанна, глава 20, стих 22. И я дал тебе ответ. Это Святой Дух. Это не Пророк Мухаммад Мирьему. Но Пророк Мухаммад Мирьему. Это Дух Истины и Утяжитель, о котором я говорил в своей лекции. Если ты хочешь узнать больше, иди и послушай мою лекцию на Ютубе под названием «Мухаммад Мирьему в Библии». А потом, когда закончишь, напиши мне по электронной почте. Хорошо, брат? Спасибо вам. Пожалуйста. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой телеграм-канал, так как в свете последних событий Ютуб может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на Ютуб. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.